Здравствуйте, дорогие мои друзья! Беда, беда у губернатора Московской области Воробьёва, или, как мы его ласково называем, Воробья. Да, друзья мои, загорелся его усадьба в Одинцово. Не дом, друзья мои, не дом, не коттедж, а усадьба. Я тут посмотрел на этот домишко, на этот маленький домишко, где, ну, как бы сегодня произошёл пожар в техническом помещении, 50 квадратных метров. Думаю, нифига ж себе, это, друзья мои, санаторий-профилакторий. Как я представляю, знаете, в царстве, ну, раньше вот в барских усадьбах таких, там флигеля, подъезд, вот такой вот прямо шикарный, с колоннами. И там, значит, вот, раньше труженики соцтруда жили в таких домах. А там живёт один маленький воробей. Я думаю, ни хрена ж себе ты, воробей себе, скворечник отгрохал. Ты, блин, это, один, как ты одной тощей попой можешь сидеть на стольких квадратных метрах, потому что там явно, знаете, тысячи, тысячи квадратных метров. Основного дома, ещё гостевой, ещё флигелёк для прислуги, для охраны. Заборчик с колоннами и резными решёточками, кованными. Ну, друзья мои, думаю, ну ты воробей, как бы это, может быть, ты не по чину берёшь? Да? Ты чё там наклевал? Просто-то с Московской области. Друзья мои, мы вот тут живём, как говорится, даже почище профессора Преображенского, который, как помнится по словам Швондера, в семи комнатах жил и работал. Воробей живёт и работает в тысячи комнат. Ну, друзья мои, хорошо, плохо, не будем говорить, что пожар. Действительно, кто-то пустил воробью красного петуха, как это в Россиюшке водилось. Ну, случайность, друзья мои, случайность. Ну, слава богу, в пожаре, как мы понимаем, никто не пострадал. Значит, ничего, не пострадал, да. 50 квадратных метров. Значит, что-то там у него загорелось, друзья мои. Ну, может быть, действительно пора немножко пёрышки-то подпалить воробушку, чтобы он, наверное, завязывал в одно рыло-то просо клевать. Такое золотое, алмазное просо клевать в одно рыло. И, может быть, переселился бы, ну, в коттеджик вполне нормально, с семеюшкой в коттеджик, я не знаю, там, ну, метров 200-250 хватит вполне. Вон фрау Меркель. И то на что, на что, как говорится, канцель, канцель, не могу выговорить, ну, канцлер, бывший канцлер. И то у неё домишко, нормальный домик, думаю. Ну, молодец. А ты как один, один там воробей, ты не затеряешься в этих колонных залах? Или там балы закатываешь? Ты что там, дворянином, что ли, стал? Для нас ты просто вонючий воробей. И пожар показывает, что ты что-то это, как его? Видимо, слишком с Московской области ты на это, на шкрёб, блин, пшена. Ну, я не знаю, как там дядя Соба, он, наверное, тоже почище. Но мы ещё по нему пройдёмся. Ну, а ты, воробушек, пожарчик, потуши. И вот свой домик, давай-ка, под пионерский лагерь или под санаторий, как раньше вот этих, как его, князей да бояр, а сам сторожем. Сторожем мы тебе должность дадим, сторожа при этом санатории. Будешь там чирикать, будет как раз скворечник или даже воробьятник. Это будет надёжнее. Ладно, друзья мои, простите за такую эмоциональность. Просто действительно удивился. Думаю, ну ты даёшь воробей. Сам маленький, махонький такой, а такой зловредный. Столько ты натырил из Московской области. Ну, не заработал же ты. Ну, откуда у тебя зарплата маленькая? Как ты мог построить колонный зал Дома Союзов? Хочется матом сказать. Как ты смог? Как ты людям в глаза смотришь-то? Пожар у тебя, 50 квадратных метров, техническое помещение. Это что там у тебя загорелось-то? Пока, друзья мои.